15-й республиканский огляд конкурс профессийного майстерства ся род супрацовников милиции проходит у Гомеля. За перемогу змагаются супрацовники патрульно-постовой службы и отраду милиции особого призначения. Наши корреспонденты подчеркнулись под обязанностями. Урожисты открытие огляду конкурсу яшы не сами с поборництвой, але невеликое хвалявание уже есть напыло у кожного удельника. Для их это вельми отказный этап у профессийной деяности, что дённые мытанакерованные тренировки проходили на протягу трёх месяцев. Теперь необходно показать усё своё майстерство. Максима подчас службы некоторые навыки николи не спотребятся, але необходно быть за усё доготовым до любой позаштатной ситуации. Конечно, навыки должны быть. И в первую очередь это психологическая устойчивость, это профессионализм. В зависимости от складывающей ситуации мы всегда требовали, чтобы люди наши действовали предельно корректно, но чётко и правильно. В зависимости от той ситуации, с которой им приходится разбираться. Элемент шансования на споборництвах присутничая заусёды, але главное всё ж таки профессионализм. Тем более, что в середу дельника ушмат супрацовников милиции с шорными и навык краповыми бюретами – отзнакой самого высокого профессийного узровня. Максим Казмарчук отримал его вот тому, чем вельми гонориться. Каже, что различывает только на перабогу. Кто-то идёт годами, сдаёт. Ну, мне посчастливилось, с первого раза сдал на него. Наверное, звёзды на небе шли, подарок на день рождения был. Потому что на сборах, когда был, день рождения как раз там было, когда сдавал. На соревнованиях – ну, на первое место обязательно. И на личное постараться на первое. Физичная, огневая, медицинская подрыхтовка «Полоса пирожкот». Коли проходили выпробование на право ношения бюрету, выконывали кудыболь складанные заданни. Инша справа, что у Гомеля с поборничей спрыдзется с такими ж профессионалами. Правда, починается конкурс с быдой самой спокойной частки программы – строевой подрыхтовки. Вышайший балл отримливаются не усе. Члены журы погаджаются. У службовой деянности это махчима и не самый важный элемент, але обовязковый. Это строевые подразделения милиции. Это одно название, которое уже говорит само за себя. И строевая подготовка у нас, скажем, в органах внутренних дел, она распространяется и на нас, строевой устав, который присутствует в вооруженных силах. Поэтому и мы должны ходить и выглядеть опрятно, аккуратно. И, соответственно, перед гражданами предстать во всей карасе. А прошение посредо с поборничеством конкурс включает и культурную программу. Урештая ознамление с мясовыми слаботостями – это и махчимость духовного развития. Непосредственно в Гомеле запланованы два объекта – Палац Румянцевых Паскевичев и Музей военной славы. У яким, до речи, есть великая экспозиция, присвященная супрацовникам органов внутренних справ. Что касается выника конкурса, то и они будут вядомые в пятницу. Головный приз – службовый автомобиль. Плюс премии и махчимость отримания чергового специального звания. Наверное, если это сотрудник, который добился значительных результатов не только в конкурсе, но и в служебно-боевой деятельности, на решение его руководителя он может быть и поощрен в виде присвоения очередного специального звания досрочно. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».